Вот он завтрак мечты любого мужчины и не только, ведь здесь у нас сразу и бутерброды, и яичница, как говорится, два в одном, так что с этим рецептом вы с легкостью угодите своей второй половинке. Кому интересно на завтрак кушать обычные бутерброды, зато когда видишь такую красоту, то сразу просыпается аппетит, поэтому если вы хотите, чтобы ваше утро начиналось с позитивного настроя и вкусной еды, я расскажу вам, как приготовить бутерброды в духовке с яйцом, на мой взгляд, такой завтрак это лучшее начало дня, к тому же его приготовление не займет много времени, А продукты для таких бутербродов можно использовать те, которые найдутся в холодильнике, теперь по утрам вместе с вкусным завтраком вы будете получать заряд бодрости и позитива, ведь с этим простым рецептом бутербродов в духовке с яйцом по-другому быть не может. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Берем 4 ломтика батона и выкладываем их на противень или в форму для запекания. Из оставшихся 4 ломтиков вырезаем мякиш так, чтобы остался только контур. Выкладываем батон без мякиша на целые ломтики. Теперь в дырочке начинаем выкладываем начинку, сначала выкладываем по кружочку помидора. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Потом нарезаем бекон и отправляем его на помидор. В каждый бутерброд разбиваем по одному яйцу, если яйца крупные, то можно выливать не весь белок, а сколько влезет. Яйцо солим и посыпаем молотым перцем по вкусу. Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем в ней бутерброды. Время приготовления зависит от того, яйца какой консистенции вы предпочитаете. Я, например, не люблю застывший белок и желток, поэтому у меня на приготовление уходит не более 10 минут. Готовые бутерброды перекладываем на тарелку и подаем к столу. Приятного всем аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Вот из чего готовим блюдо. Батон, 8 ломтиков. Яйцо, 4 штуки. Помидор, 1 штука. Бекон, 50-60 грамм. Перец черный молотый, по вкусу. Соль, по вкусу. Количество порций, 4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!